Празднованию Нового года в Горьковской области не помешала даже Великая Отечественная война. Доказательства хранятся в общественно-политическом архиве. С 41-го по 45-е годы также устраивались ёлки, а дети получали подарки со сладостями. Всё сосчитано. Первые самые постановления 41-го года Дзержинского горкома о проведении вот этих вот ёлок. Разнарядка по районам. Здесь указывается количество килограмм кондитерских изделий. По району Ваческому району 90 килограммов. На 300, видимо, подарков. Количество здесь вот написано обслуженных ёлкой. Кулебакский горком и Горано получили на 2000 подарков. 600 килограммов. Ну, то есть, вот даже смотрите, сохранились в наших документах, как я вам говорила, здесь это развертка кондитерских изделий на изготовление подарков для интернатов и детских домов. Конкретно по каждому прямо детскому дому сколько килограммов было выделено. Для празднования создавалась специальная новогодняя комиссия, куда входили представители парткомов, предприятий, артисты, отделы искусств. Вообще все старались сохранить праздник для детей. Кроме официальных документов со штампами на выцепшие от времени бумаги, здесь есть и рукописные воспоминания. Одной из них жительница Балахны Софья Греченко. Восьмилетняя девочка всегда получала ёлку от своего дяди-машиниста. Но в 43-м он ушёл на фронт, и за ёлкой пришлось идти самостоятельно. Восьмилетняя девочка с своей подружкой и её 12-летним братом в лес срубили две огромные ёлки. Для восьмилетнего ребёнка срубить, как она писала, ель тяжело, а плюс ещё топор, который она никогда не держала. Потом по сугробам обратно возвращаться с этими двумя ёлками, они шли долго, помогая друг другу, вот эти две ёлки несли. Потом, видимо, они расстались, наверное, брат с сестрой дошли до своего дома, а ей ещё предстояло по дороге нести свою ель. Ну вот так получилось, что два больших кусочка она от неё отрубала, потому что у неё не было уже сил идти с ней домой. Ну, в общем-то, конечно, успешно дошла, и всё равно ёлка оказалась такой громадной, что в дом она не входила, поэтому пришлось ещё раз её укоротить. Праздник состоялся, ёлку нарядили, были настоящие свечи на этой ёлке. Пришли со всей улицы ребятишки к ним в дом, праздновали. Были даже мандарины, по крайней мере, вот в её воспоминаниях написано, что было угощение и были мандарины. Сам праздник в Советском Союзе реабилитировали незадолго до войны, в 35-м году. До этого коммунисты считали его буржуазным, после чего хороводы у ёлок возобновились. Кстати, костюмированные представления проводили даже в войну. Наряды шили самостоятельно. Шили из того, что было дома. Вряд ли кто-то бы специально пошёл в магазин и купил, потому что в условиях войны получить, например, просто кусок мануфактуры, как тогда говорили, это было большой ценностью и таким большим подарком. Новый год в войну в Горьковской области отмечали дети из разных городов и даже стран. Сюда в тыл эвакуировали детские дома из Московской, Ленинградской, Мурманской областей, из Белоруссии и Польши. Поэтому праздник ждало очень много детей. Антон Гань, Василий Низов. Объективно. ННТВ.